Продолжение следует... Межправсовет демонстрирует такой оптимизм, и это уже второй межправсовет, который проходит в очном формате. Первый был у нас в июле в Минске. На сегодняшнем межправсовете в Ереване мы рассмотрели все 15 вопросов повестки дня и приняли решение. Таким образом, ни один из вопросов, который вносился на рассмотрение, не отклонен. Это говорит о серьезной подготовительной работе коллегии Совета Комиссии и актуальности тех решений, которые были предложены главам правительств. Что хотелось бы отметить в качестве ключевых моментов? Первое. Проект стратегических направлений развития интеграции до 2025 года. Документ согласовывался очень непросто, потому что он фактически закрывал бреши, которые были не в полном объеме, разрешены в рамках нормативно-правовой базы Евразийского экономического союза. Поэтому 330 тех пунктов мероприятий, которые сегодня содержатся в проекте стратегических направлений, претерпевали очень серьезный процесс экспертного, я бы сказал, политэкономического рассмотрения приемлемости как в рамках интеграции, так и в рамках решения на национальном уровне. 19 мая проект стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года был в целом одобрен главами государств Евразийского экономического союза. Вместе с тем были высказаны определенные пожелания для доработки соответствующего документа. Всего было 32 таких позиций. В результате работы с правительствами национальными практически все вопросы были достаточно глубоко изучены и рассмотрены. Из этих всех предложений осталось только 5, которые предложено вынести на рассмотрение глав государств для принятия соответствующих решений. Они касаются вопросов торговли углеводородами, они касаются вопросов работы институтов развития, они безусловно очень важны и для других непосредственных сфер деятельности. Я думаю, что заседание Высшего Евразийского экономического совета, проведение которого планируется в середине декабря 2020 года в Минске, позволит найти варианты разрешения и этих оставшихся вопросов. Следующее очень актуальное, это шло под вопросом номер один, то что касается возобновления пассажирского движения в условиях пандемии. Безусловно, тема очень важная, это не только социальный вопрос перемещения граждан наших государств, но и вопросы деловой активности, которая испытывает очень серьезные проблемы в связи с тем, что нет достаточной мобильности должностных лиц и специалистов, представителей бизнес-сообществ, которые должны решать вопросы в очном формате. Тема важная, как я говорю, не только за счет того, что надо дать определенный толчок к развитию деловой активности, но и вопросы, которые касаются безопасности людей. Был сделан очень обстоятельный доклад главного санитарного врача Российской Федерации, госпожи Поповой, она же одновременно является руководителем объединения главных санитарных врачей. И что отрадно отметить, что фактически нет каких-то сомнений в достоверности тех сведений, которые формируются на национальном уровне. И это вселяет определенную уверенность в том, что вопросы возобновления пассажирского сообщения в наших странах будут развиваться достаточно активно. Рассмотрены вопросы исполнительской дисциплины. Это впервые, это определенная новизна, потому что, как правило, рассматриваются на заседании проекты тех или иных нормативно-правовых актов, которые регулируют экономические отношения в нашем Евразийском экономическом союзе. Здесь в рамках узкого формата была представлена моя информация о состоянии исполнительской дисциплины. Чем это связано? Это связано с тем, что многие договоренности, которые даются очень непросто, потом не в полном объеме реализуются сторонами. Всего на сегодняшний день у нас 26 международных договоров, которые не прошли внутри государственной процедуры и, естественно, не включены в право нашего союза. Это плохо. Поэтому есть соответствующие поручения. Глав правительств по результатам доклада разработан соответствующий календарный график, в соответствии с которым коллегия и межправсовет будут осуществлять контроль для того, чтобы были выполнены те необходимые внутригосударственные процедуры и внутригосударственные согласования, которые требуют национальное законодательство. Безусловно, очень много документов находится на рассмотрении в парламентах наших стран. И я думаю, что и комиссия, и правительство стран будут активно взаимодействовать с национальными парламентами для того, чтобы прошла соответствующая ратификация. Была критика и интересная идея. Причем это достаточно, будем говорить, критика конструктивная. Очень интересные предложения. Коллегия берет их в проработку и рассчитываем на конструктивное реагирование всех государств-членов Евразийского экономического союза в реализации тех предложений, которые прозвучали на настоящем заседании межправсовета. Для того, чтобы я заверил высокое собрание, форум, Евразийский межправсовет, что на очередном заседании 4 декабря текущего года, который состоится в Москве, мной будет представлен доклад, как реализуются те идеи и предложения, которые исходят от премьер-министров наших государств. Какие еще могут быть интересные и представляющие достаточно широкий интерес вопросы, которые я хочу до вашего сведения довести. В первую очередь, я хотел бы сказать, что принято решение о маркировке молочной продукции. Это тема не только экономическая, не только тема интеграционная. Это вопрос в определенной степени и социальный, потому что каждая семья, каждый человек практически ежедневно сталкивается с приобретением этих товаров. И хотелось бы, чтобы та маркировка молочной продукции, которая начнется в январе 2021 года, чтобы она проходила безболезненно и не сказалась на благополучие товаропроизводителей и населения. Очень серьезный вопрос, и он был предметом тоже рассмотрения, пункта 10, это совершенствование работы институтов развития. Я полагаю, что это серьезный очень недостаток, и не случайно он был вынесен в повестку, поскольку в основном все усилия комиссии направлены на создание надлежащих условий для взаимной торговли товарами в первую очередь. Но надо иметь в виду, что этих товаров мало, и необходимо мобилизовать все финансовые и материальные ресурсы для того, чтобы мы прирастали новыми производствами, новыми товарами, конкурентоспособными на внутреннем рынке Евразийского экономического союза и для целей экспорта. Пока здесь есть очень много вопросов. Наша внутренняя торговля колеблется уже на протяжении многих лет в пределах 55-60 миллиардов американских долларов, в то время как торговля с третьими странами составляет 750-800 миллиардов долларов в год. Это говорит о том, что рынки иных стран более привлекательны для наших товаропроизводителей. И необходимо мобилизовать, пусть небольшие, имеющиеся управленческие, в первую очередь, я бы подчеркнул, и финансовые ресурсы для того, чтобы обеспечить создание новых предприятий, как в рамках национальных экономик, так и трансевразийских корпораций. За этим дело будущее, и комиссия будет прилагать все усилия для того, чтобы содействовать вот этим всем процессам. И решение, которое сегодня было принято о поддержке экспортеров, это тоже один из вкладов в это общее и очень нужное дело. Спасибо.